Дорогие мои, канавку я откопал, положил туда трубу большую, силикатную, и будет вода сходить. Ой, мальки тут играют. Так что можно маленько отдохнуть и еще немножечко с вами поговорить. А тема будет псевдосвятость. Это еще один аспект, почему попали во зараженные монахи, монахини. И к моему сожалению, священники, да нет, сожаление-то о любом человеке, кто попал, тем более заболел или стал инвалидом. И поэтому надо рассмотреть всесторонне происходящее и всесторонне те ошибки, которые были, вот обдумать. И одна из ошибок – это псевдосвятость. Об этой псевдосвятости говорят много старца Афонские. Там ведь это постоянная проблема. Вот сейчас на Афоне приготовлена книга, в которой будет выпущена, можно так сказать, перечень святых, которые на Афоне проживали. Их 500 человек. 500 человек. Если мы с вами предположим, что из живущих афонских жителей, скажем, это один из тысячи, то представляете, сколько там прошло еще лиц, которые, как псевдосвятые, считались и вели себя именно так. Они и сейчас такие существуют. Там же есть вот так называемый Афанасий Корульский. Это бывший сиделец. В тюрьме здесь долго сидел, сбежал от российской власти. Попал в Израиль там. Ну а потом вот где-то, видать, заключил договор, и на Афоне мутит такое, создает псевдостарчество и псевдосвятость. И от имени их вещает. И в том числе в эту пандемию очень существенно повлиял на людей, не имеющих своего разума, так скажем. Ну еще и на тех, кто конкретно желал вот такой агрессивности, и появился повод проявить эту агрессивность. И в виде псевдосвятости или в религиозной упаковке это выглядит всегда доверительно. Ну кажется, ну как можно вот не доверять, если у него борода, если на нем вот эти церковные одеяния, если вокруг на цырлочках ходят целое количество, ну в том числе и монахинь, и ты подпадаешь, человек подпадает под влияние масс, есть такая психология масс, и он уже в этой толпе, в этой массе не может отличить, где правда, где неправда. Где ложная такая святость, где псевдосвятость, где неложная. И больше того, вы же знаете этот эксперимент, где показывают черное, но девять человек говорят белое, и десятый в конце тоже говорит белое, хотя поначалу решил, что это черное. И вот в этом большая причина того, что некоторые не могут осознать и разглядеть, где у них правильный идет религиозный разговор и развитие, где вот такое псевдоразвитие. Но что этим псевдостарцам и псевдосвятым полагается делать? Играть роль, и эта роль, она имеет определенные, как говорится, как в театральной искусстве, как в театральной искусстве, имеет определенные каноны, что ты определенно должен выглядеть, у тебя должна определенная быть речь. Поэтому некоторые говорить так стараются, а потом и закладывают это в основу своего говорения. Вот такие приемы. Но это все такие приемы. Все проверяется, когда приходит определенная вот такая трудность, как у нас сейчас пришла. Как говорят, война биологическая пришла. И в войну все это истинность или искренность, или правильность, она проверяется. И вылезает наружу. И главное, она сразу показательна через гибель адептов, псевдостарцев и псевдосвятых. И мы видим, что это так. Но они в данном случае как раз не могут оставить своей роли. Им нужно доказать поведением то, что они в мирное время называли праведным и уверяли, что вот в этом праведность. И не показав этой праведности вот в такой определенное время, они понимают, что кончится оно, а от тебя уйдут. Пироль-то играл-играл на словах, говорил-говорил. Но по Станиславскому, кроме говорения, нужны движения, тело движения. Система Станиславского требует выражения личности, которую ты играешь. И поступки ее должны быть выражены и в движениях, и в каких-то действиях. И поэтому я понимаю, вот я просто понимаю, что не одели маски в монастырях там и в храмах, поскольку, ну как это, они же доказывали, что не может быть заражения. Особенно в их храме, где все святое и все святые. Не может быть гибели там, где Христос. А то, что Христос там или нет, они сами не задумались, есть ли у них. То есть как-то априори я вот делаю так, я веду себя так. И априори он здесь и пусть делает то, что нам надо. Нам надо в данном случае, чтобы ты чудо проявил и спас всех нас от заражения. А ему это, в общем-то, надо или нет, показывать это чудо в данном странном случае, который никакой духовности не имеет. Вирус же не имеет никакой духовности. И пандемии духовности не имеет. И к духовности никак не относится. А почему тогда Господь в ней должен участвовать с духовностью? Кроме того, духовность-то есть разная. То есть есть героическая, когда ты за кого-то. А есть вот такая ложная, где ты показухой занимаешься и показухой... Ой, соловей так хорошая. Поеду. И показухой хочешь, чтобы занимался Господь. Его на это же выводишь показуху. Поэтому всё так и случилось. У Афона большая проблема с этой псевдосвятостью. У них ведь полный раскол. Там сейчас 60 церквей, ему имеют свои обители, плюс куча одиночных. Это мы некоторых русских знаем, но не так уж много. Мы хорошо вложились в монастыри, в Атапецкие, в Пантелеонов монастыри, в русские такие. И там понятно, что вот это наше. Но там ещё 60 конфессий. Ну не конфессий, они православные. Хотя я не знаю, может там и католики тоже живут. Но как я читаю от тех же... Там вот Макария, настоятельный монастыря, сейчас брали интервью. Он говорит, что большая проблема. Все раскололись, все против друга, все сами за себя, все называют себя святыми. А чтобы выглядеть именно тебе святым, надо сказать, что другие не святые. Что у них всё, в общем-то, не так. И у нас этот раскол тоже наметился. Это он наметился на двух, можно сказать, частный в общей церковной структуре. Что вот одни пошли, служили, заразились. Это одна часть. Она сейчас такая пристыжённая, и она такая будет эта. Но ведь кто-то пошёл, причащался и не заразился. И вот здесь такое искушение сказать, а вот у нас, да, смотрите-ка, у нас-то вот всё прошло нормально. Мы имеем кое-что, и Господь где-то за нас заступился. Друзья, вот здесь может возникнуть эта псевдосвятость. Поэтому вы не пытайтесь сказать или решить, что у вас в храме всё прекрасно, потому что у вас не произошло ни одного заражения, и батюшки все выжили. Это может быть именно то, что в ваш город ничего не пришло. Здесь жители хорошо предохраняются. Они таким образом и сохранились. Ну, можно сказать, лучше на случайность свалите, чем на святость. Иначе из этого вырастет такая гордыня и такое, значит, псевдосвятничество, что после вы замучаетесь, каятся, когда действительно вас Господь призовёт на его показания. Вот такая проблема. Давайте её обдумаем. Хотите, мы ещё раз поговорим. Я, конечно, сейчас усталый, наворочался. Немножечко за зиму с этими съёмками, монтажом и так далее, мышцы подотвыкли. Поэтому немножко тяжело. Но ничего, освоимся. Лето для крестьянина – это здоровье и корм, и питание. Поэтому будем работать и будем разговаривать. Всё, помоги всем Господь. Бойтесь, бойтесь в себе псевдосвятости. Так это интересно, что человек то ли съездил куда, то ли… Вот я даже не понимаю, как у него вдруг возникает такое… Начинает такое, женщина начинает такое писать, учить. Священников начинают и всячески упрекать, что они лучше знают. Помоги всем Господь. Здоровья всем, радости. Аминь. Христос в воскресе забыл. Аминь. 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 Ан pesно. Аминь. Продолжение следует...